Поднабралось у нас еще несколько интересных фактов о Турции и особенностях жизни здесь, о которых сегодня расскажем в видео. Ты на канале Turkey Space, и я Олеся. Я Владимир. Погнали! Начнем. Первое. В магазинах, банках, кафешках работают одни и те же люди с перерывом на отпуск. Поэтому, если ходишь, например, в один и тот же магазин, то будешь знать имя продавца, а он твое. И видя тебя, продавец сразу будет готовить привычную для тебя покупку. Вова так все время ходит за хлебом в одну и ту же пекарню, так видя его, продавец сразу готовит хлеб, который он постоянно покупает. А порой даже кидает какие-нибудь подарочки. Печеньки. Очень часто мы любим. Да. Шекер-паре. Тут так везде. Здесь практически никто не сортирует мусор. В некоторых дорогих жилых комплексах стоят мусорные баки, на которых указано пластик, стекло, пищевые отходы разными баками. Но особо на это никто не обращает внимания. В подавляющем большинстве все кидают в свободный от мусора отсек. Или там, где поменьше. Если идешь за покупками, то домой принесешь кучу пакетов. Везде покупки складывают в пакет бесплатно, а часто даже в несколько пакетов. А с рынка придешь просто с горой пакетов, так как каждый продукт сложат в отдельный пакет и тоже бесплатно. Все любят Ататюрка. И не дай бог ты что-то плохое скажешь о нем. А если сам что-то скажешь про Ататюрка, показав свою осведомленность о нем, сразу получишь огромную порцию уважения в свой адрес. Нередко можно встретить, как по улице идут два мужчины, взявшись за руки. Это нормально. Таким образом они проявляют свою дружбу. Со стороны это выглядит странно с непривычки. Я вот сама лично видела такую картину. Ну, у турков нормально проявлять нежность по отношению друг к другу. При встрече даже мужчины целуются друг с другом щечки. В приличных заведениях всегда дают запакованные влажные салфетки с ярким запахом аромата. Эта колония называется спиртовой раствор, очень аромат. В местной шаверме по-турецки дюнер-кебаб чаще всего обнаруживается картошка. Сюрпизы. Турки очень любят петь. И все хорошо поют. Вот наш, например, турецкий приятель вечно поет в машине. Еще его заставляет. Да. Какая там наша песня? Ну-ка давай. Салфинай. Если турка попросить о помощи, то он из кожи вылезет, чтобы помочь. Проверено уже не раз. Турки, ну, очень гостеприимы. Поэтому не удивляйся, если вдруг разобщаешься с местным, например, в магазине. И он тут же пригласит тебя на чай в кафе или даже к себе домой. Турки настолько вежливы, что даже стоя в очереди, обмениваются любезностями, узнают, как дела, и искренне сочувствуют, если что-то случилось. И тут же предлагают помочь. Даже человеку, которого они видят в первый раз. Местные мужчины любят пышных девушек. Есть даже такая поговорка в обиходе про красоту женщины. Она была так прекрасна, что должна была поворачиваться, чтобы входить в дверь. Во всех квартирах в монетазе всегда есть отдельная струя подачи воды. Бидель. Которую до сих пор используют вместо бумаги. Если понимаешь, о чем она. На въезде практически в каждый город стоит скульптура, указывающая на главную отрасль город. Например, в Аваносе делают кувшин. Поэтому там стоит огромный кувшин. А перед Фитии гигантский мандарин. Именно здесь их выращивают. Видела там в Анталии русский турист наш из лоб был такой. Да, да, да. Потому что это туризм там основной. Я очень сложительный. Так я тоже. Античных греческих театров в Турции даже больше, чем в Греции. В турецких квартирах очень редко бывают ванны. Вместо них душевые кабины. А еще найти квартиру с духовым шкафом. Это тоже огромная удача. В турецких квартирах всегда куча диванов. Очень уж турки любят диваны. А еще куча декоративных подушечек. До сих пор встречаются квартиры, в которых вместо унитаза дырка в полу. Мы когда искали квартиру второй раз, это стало прям проблемой для нас. В продаже начал появляться квас и бородинский черный хлеб. Но пока ценник высокий. Бородинский, допустим, стоит 30 лир за 200 грамм. А квас 0,550 лир. Да. Крфу. Ну, на этом все. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставь палец вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали видео. Свои вопросы и замечания оставляй в комментариях. Если хочешь прислать анонимный вопрос или рассказать свою историю, можешь это сделать, прислав его на почту под видео. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok